Как найти или купить хороший автомобиль? Компания The Best Auto поможет вам в этом вопросе. Мы занимаемся подбором авто в РБ и пригоном авто из США, Европы и Кореи, имеем проверенных специалистов и всегда сможем посоветовать при выборе автомобиля. Наши компании лучшие специалисты в данной сфере, которые знают нюансы автомобилей разных марок и моделей. Автомобили, подобранные нашей компанией, всегда соответствуют требованиям клиентов. Компания The Best Auto. Для нас главное качество и ваше время. Друзья, всем привет. Ну что, я приехал на самый большой автоконфискат в Республике Беларусь. Это Минский автоконфискат. Здесь продается большое количество автомобилей в разных ценовых сегментах. Надо понимать, что это аукцион, все цены стартовые. Если вы один плачущий на приобретение любого автомобиля, но если один, то плюс 5% в цене. Огромная просьба подписаться, если вы нас смотрите без подписки. Давайте мы идем к серебряной кнопке YouTube, к 100 тысячам. Так что, ребят, лучшая поддержка от вас, это ваша подписка. Погнали. Ну что, сразу начнем, я думаю, это с бусов, с микроавтобусов, фургонов, седельных тягачей. Потом плавно перейдем и к легковым автомобилям. Также здесь есть мототехника, трактора, ТОшки, мотоблоки, битые автомобили. Можно видеть вот в этом углу. Автомобили после ДТП продаются. Автомобилей здесь достаточно много. Как я уже сказал, самая большая площадка по продаже БУ автомобилей, именно автоконфискатор. Ну и вот, начнем вот с этого вот Ford Transit 2001 года. 2 литра дизель, стартовая цена 7803 белорусских рубля. Чтобы понять, сколько это в долларах, на сегодняшний день курс одного доллара где-то 3 рубля 25 копеек. То есть, чтобы понять, сколько это в долларах стартовая цена, надо стоимость автомобиля разделить на 3.25. Ну или 3,25. 7803 рубля, ну примерно некоторые будем переводить. Это где-то 2500, наверное, тысячи долларов, может быть, чуть-чуть меньше. Давайте посмотрим бегло. Ну, понятное дело, в таких ценовых сегментах есть коррозия. Большое количество нюансов. Вот так вот выглядят низы, пороги. Ну, их особо здесь не сильно много осталось. По салону механическая коробка передач. Пассажирский. Собственно, в любом случае, в таких ценовых сегментах, понятное дело, микроавтобус прям хороший не купить на данный этап. На данном этапе. То есть, цены у нас... Вообще, в целом, авторынок, он достаточно недешевый в Беларуси. Здесь Мерседес, спринтер, пассажирский. 6066 белорусских рублей, 2,3 дизель, 95-го года. Получается, меньше 2000 долларов стартовая цена. Может быть, 1850-1900 долларов, если переводить это в доллары. Ребят, почему перевожу в доллары? Может быть, для кого-то непонятно будет. Но нас смотрят люди не только с Беларуси, но и с других стран. Поэтому перевести с долларов на свою валюту, наверное, мне кажется, будет попроще. Ну вот, получается, фара разбита. Есть коррозия. Вот такие вот нюансы. Ну, видно, что его, понятное дело, уже не раз подкрашивали, подмазывали. Но все-таки нюансов по кузову их достаточно много. Но стоит отметить, что если данный автомобиль по двигателю, по технической части, ну, хотя бы заводной, передвижной, то цена, наверное, достаточно интересная с теперешними реалиями. Здесь Peugeot. Судя по всему, Peugeot Boxer. Ну, конечно, он немножко визуально посвежее, чем Sprinter. Ну, вот у него есть сквозная коррозия. Тут и пеномонтажная присутствует. Судя по всему, это маршрутка. Ну, по крайней мере, похоже на то пассажирский. И он уже продан. 2007 года боксер, 2.2 дизель, 16920 белорусских рублей. Если был один желающий, то его купили, скорее всего, к этой цене плюс 5%. Ну, и плюс, наверное, оформление каких-то там учета, с учета, там, ну, какие-то документы еще дополнительное оформление. Ну, опять же, это если человек его приобрел, и он был один желающий на приобретение данного автомобиля. Если, конечно же, ну, когда много желающих, то, понятное дело, кто больше дал, того и тапки. Все-таки это аукцион. Здесь Volkswagen Crafter 2008 года, 2.5 дизель, 17820 белорусских рублей за него просят. Это порядка от 5, наверное, 5,5 тысяч долларов. Может быть, чуть меньше, чуть больше, но приблизительно. Пассажирский, ну, понятное дело, в таких ценовых сегментах бусы, они всегда с какими-то нюансами. Как правило, и по кузову, бывают и по технике. Тут уже надо смотреть более детально, более подробно. Ну, этот еще весь такой вот покрашен. Можно видеть весь в подтеках. Ну, и, конечно, коррозия, коррозия, еще раз коррозия. Здесь следы небольшого ДТП. Можно видеть небольшая вмятина на заднем крыле. Вот так вот выглядит задняя дверь. Да, ребят, кто-то спросит, Кирилл, почему ты сегодня снимаешь видео от первого лица? Ребят, мой оператор, он немножко приболел, и получается, что мы сегодня приехали снимать без оператора. И вот такой вот Volkswagen Caravella 2007 года. 2,5 литра дизель, 39 600 белорусских рублей за нее просят, стартовая цена. 39 600, но на скидку сколько это 39 600? Наверное, 1012-12 с копейками приблизительно. Есть следы эксплуатации, понятное дело, вот такие вот царапки, коцки. Оно, в принципе, еще визуально выглядит относительно неплохо, хотя вот такие вот сколы у них болезней вокруг ручек, но достаточно крепко это все выглядит. Пожалуй, такой вот момент, который бросается в глаза, это на переднем крыле. Ну и с этой стороны такая же история, где здесь противоположный. Здесь нюансы, нюансы по низам, пороги под ремонт. Так, те машины, которые без цены на хранение, еще не оценены, мы их проходим, ну нет смысла просто их показывать. Да, ребят, дождитесь, чуть позже мы посмотрим также и легковые автомобили. Просто сегодня мы видео начали с бусов, фургонов, седельные тягачи есть, прицепы, полуприцепы, но потом мы перейдем и посмотрим еще и легковые автомобили. И здесь вот такая вот ЛТшка, Volkswagen LT46, 98 года, 2,5 дизель, 12 312 белорусских рублей, лобовое разбито под замену. Если в доллары переводить, это меньше, немногим меньше 4 тысяч долларов стартовая цена, колесо переднее спущено, коррозия, он с дубль кабиной, такой вот бортовой, тентованный. Ну, в общем, в любом случае, если вы решили приобрести здесь любой автомобиль, ну я бы, наверное, рекомендовал бы самим приехать, осмотреть автомобиль, по возможности узнать про него максимально как можно больше информации, ну а потом уже решать, стоит оно того или нет. Также можно попробовать и завести автомобиль, я думаю, здесь сотрудники, менеджеры, ну, по продажам этих лотов автомобилей, я думаю, вам навряд ли откажут, вам, скорее всего, покажут подробно автомобиль. Ну и по возможности посмотреть лучше до покупки, насколько он заводной, не заводной, потому что, ну вот, некоторые автомобили непонятно. И Газель, Газель модель 3221, 98 года, 2,4 бензин, 1618 белорусских рублей, вот вам, пожалуйста, автомобиль, грубо говоря, за 500 долларов, со стартовой ценой 500 долларов. Ну, понятное дело, что сами вы понимаете, просто вот иногда люди пишут, Кирилл, вот за 500 бусика, говорит, найти, чтобы еще живой был, дружище, за 500 живого не найдешь. Вот 500, стартовая цена, если ты будешь один желающим, то теоретически возможно его взять там плюс 10 процентов, плюс-минус. Но надо понимать, что вот он будет выглядеть как-то так. То есть, тут бусы даже за 2, за 3, за 5, они, понятное дело, с целой кучей нюансов. Потому что, как правило, микроавтобусы такого формата автомобилей, их не берут для того, чтобы ездить, как говорится, на дачу пару раз в сезон и накручивать на нем по 5, например, тысяч километров в год. Обычно эти машины берут для работы, для каких-то перевозок, перевозок людей, грузоперевозок и тому подобное. И накручивают на них, выжимают, что называются, все соки. Мерседес тоже без цены, Газель без цены. Вот эти два пыжика тоже на приемке написано, ценника нет. Вот эти вот, газ тоже без цены на приемке. И вот, собственно, спецтехника. Коммерческий автотранспорт, строительный транспорт. Тут и трактор можно видеть, МТЗ. По крану этому сейчас посмотрим. Потому что цена на него есть. Ценник не маленький, но это дорогая техника, как правило. Вот, собственно, 2013 года дизель, объем двигателя не установлен, 275 994 белорусских рубля. Вот, чтобы понять, сколько это в долларах, нужно эту сумму разделить на 3.25. Но, опять же, это на момент съемки видео. Когда вы смотрите видео, смотрите курс, потому что все может измениться. МТЗ, судя по всему, без цены. Да, цены еще на него нету. Ну и вот эти вот два. Вот эта шишика, ГАЗ-66, 90-го года 4.3 бензин, 2721 рубль. Ну, получается, баксов 800, может 800 с небольшим. Она уже продана вот с таким вот кунгом. И еще есть 131 ЗИЛ, который вроде как еще не продан. 4708 белорусских рублей 90-го года, 6 литров бензин. Ну, где-то полторы, наверное, тысячи долларов стартовая цена. Ну и, конечно же, вот такой вот автопоезд, седельный тягач с полуприцепом. Давайте посмотрим цену вот этого вот прицепа. 2011 года 28 917 белорусских рублей. Это получается, наверное, тысяч 9, может быть, даже немногим меньше 9 тысяч долларов. Такой вот тентованный, трехосный. И, собственно, сам седельный тягач. По резине. Такая вот резина у него задняя. Так, передний. И сам седельный, сам седельный тягач. Это Вольво. 2012 года 134 946 белорусских рублей. Ну, это больше 40 тысяч долларов, наверное, получается по теперешнему курсу. Немногим. Может, 41 стартовая цена. Ну, и, конечно же, ребят, сейчас мы еще досмотрим тоже вот этот седельный тягач. Там вон эвакуатор есть. Тоже его посмотрим. А потом плавненько перейдем и посмотрим еще легковые автомобили. Потому что легковые автомобили здесь тоже продается. Их тут достаточно много. Сильный ветер, но сегодня я с петличным микрофоном. Вот этот Рено, кстати, он на приемке. Поэтому, к сожалению, по нему ничего не подскажу. Здесь МАЗ. Цена у него есть. Это Лафет 2018 года. Цена 93 240 белорусских рублей, 4,6 дизель. Ну, кстати, он, да, действительно такой свежий. Можно видеть, он полной погрузки. То есть, на него можно не заезжать. То есть, он сам зацепит и погрузит вот этой вот манипулятором автомобиль. То есть, вещь, наверное, все-таки достаточно интересная. Тоже это, можно сказать, относительно не сильно давно. Вроде она и появилась. Ну, однозначно там, наверное, месяц-два, не больше. Может быть, ну, я просто не обращал на нее внимания. Поэтому, не знаю, давно мы не снимали коммерческий автотранспорт. И вот такой вот полуприцеп. Ну, тут ценник как... А, блин, мне показалось, единица эта. 67 900 2017 года. 21, может быть, 1000 долларов, если в доллары переводить. Тоже вот такой вот тентованный. Бортовой тентованный. Ну, резина вроде более-менее неплохая. Визуально, на первый взгляд. Так, ну и по автомобилям, я думаю, мы сначала перейдем вот эту сторону, посмотрим. Особенно 60-ка интересна. Но, судя по всему, по 60-ке у нее ценника еще нету, к сожалению. Ну, давайте с Лексуса. А так, вообще, ребят, жду вас под видео в комментариях для обсуждения вообще всего того, что вы сейчас смотрите. Вообще, в целом, для обсуждения авторынка. Пишите, с каких площадок, с каких городов, с каких, может быть, стран вы бы хотели увидеть в дальнейшем видео. Ну, может быть, и доедем когда-нибудь, докуда-то. Лексус RX 330 2004 года. 3,3 бензин, 27 080 белорусских рублей. 8,8 тысяч долларов. Ну, грубо говоря, плюс-минус. Есть коррозия, не без этого. Есть рыжики. На светлом кожаном салоне, на автоматической коробке передач. Есть сдутие по задним аркам, не без этого. Ну, все-таки, плюс-минус 20-летний автомобиль. Конечно же, Лексус тут возрастные нюансы по кузову. Они, конечно, будут присутствовать. Ну, и с этой стороны тоже по аркам есть коррозия, по дверям. Мазда Бестонный. Вот такой вот каблук вино-кундо 99 года. 1,9 дизель, 7192 белорусских рубля. Ну, плюс-минус, там сколько это? 200, 200, 300, если в доллары переводить. Ну, приблизительно, опять же. На механические коробки передач, понятное дело, на тканевом салоне. Ну, вот, как-то так это все дело выглядит. По низам можно тоже немножко заглянуть. И 60-ка, 60-ка BMW, но 60-ка, к сожалению, пока без цены. Да, она пока на приемке. Хонда. Хонда, можно видеть в аварийном состоянии. Цивик 2012 года. 1,8 бензин, 18 489 белорусских рублей. Ну, меньше, меньше 6 тысяч долларов. На автомате, может быть, вариатор. На тканевом салоне. Ей уже по заднице доставалось. Здесь уже бутерброд с поклевки лежит. Ну, и такие повреждения. В общем, был седан, стал хэтчбэк. Вот с такими вот повреждениями. Такими, ну, достаточно сильными. 39-ка. 39-ка пятерочка BMW. Есть вот такие вот нюансы по кузову, возрастные моменты. Ну, собственно, это BMW. По качеству покраски, понятное дело, она красилась уже. Не знаю, как видите, не видите вот эту шагрень. Качество покраски, я бы сказал, чуть ниже среднего. 96-го года. 2,5 литра бензин, 8730 белорусских рублей. 96-й год. Вот это вот Логан в бомж-комплектации. 2018-го года, 1,6 литра бензин. 15850 белорусских рублей. Чуть меньше 5000 долларов получается. Ну, он такой. Так скажем, бывало уже и крашены, деланы. Не знаю, что с ним было. Перевертыш, не перевертыш утверждать ничего не буду. Потому что, не знаю, выглядит достаточно уставшенько. Но цена интересная, учитывая его годы и учитывая теперешние реалии. Интересно, пробег указан. Вот я не посмотрел. Пробег 237 тысяч. 238, если быть точнее, 2018-го года автомобиль. Ну, не знаю, не знаю, такое. Ну, и получается, здесь же как устроено. Первый ряд на этой площадке. Вот самые лучшие из того, что есть автомобили, они стоят в первом ряду. Потом с каждым рядом автомобили все попроще, попроще. И вот пусть это так. Давайте еще посмотрим в этом ряду какие-то автомобили. Вот, например, в C6 кузове, в S-Line, А6. Ну, это 3 литра дизель, 29 651 белорусский рубль. Это где-то 9 тысяч, может, чуть больше 9 тысяч долларов. Да, есть тут и по кузову нюансы. Вот сколы над лобовым, которые уже в коррозии превращаются потихоньку. Ну, и что-то у него с подвеской, судя по всему. Как-то вот такие вот саморезы красивые. В общем, на пузе практически лежит, поэтому, ну, не знаю, такое себе. Здесь Opel Astra в кузове Universal. 2 литра дизель, 8640 белорусских рублей. Ну, не знаю, там, 2600-2700 может быть, если в доллары переводить. Ну, бегло давайте. Вот этот фокус на приемке вроде. Murena 12609 белорусских рублей. Порядка 4 тысяч долларов, может быть, чуть-чуть меньше 4. Весь такой вот грязненький. На светлом кожаном салоне, на автоматической коробке передач. Есть жуки коррозия по аркам. Есть коррозия, вот можно посмотреть и здесь. В общем, такая вот Murena. Все не ошибаюсь, у них вариатор. Коробки были. И коробки у них не самые лучшие. А здесь Volkswagen Passat CC. На кромке есть небольшая ржавчина, на кромке арки. Есть вздутие вокруг ручек. На кожаном салоне, на автоматической коробке передач. Ну, DSG, судя по всему. 2010 года, 2 литра бензин, 22 320 белорусских рублей. Ну, плюс-минус, тысяч 7, наверное, плюс-минус, если в доллары переводить. Вот этот Mondeo с треснутым лобовым стеклом за 18 468 рублей 2009 года, 2,3 бензин. Тоже тут нюансов достаточно много. Такой достаточно тоже подуставший экземпляр. Ну, что, ребят, такое у нас сегодня не сильно большое продолжительное видео получилось. Огромная просьба, если вы смотрите нас без подписки, оформить подписочку, чтобы не пропускать как дальнейшие видео. Ну, и в принципе, мы идем к цели, к серебряной кнопке YouTube. Осталось нам чуть больше 10 тысяч подписчиков. Поэтому, ребят, лучшая поддержка от вас, это ваша подписка. На этом все. Всем удачи. Всем пока.